Музыка Здравствуйте, товарищи! Целый ряд товарищей обратились в Фонд Рабочей Академии с просьбой выслать книги, которые у нас есть в наличии. И с просьбой сообщить, как можно их приобрести. Мы рассказывали о книгах «Социальная диалектика», о книге «Главные в леденизме» и товарищи, которые обратились в соответствии с тем адресом, который был под роликом, получили эти книги. Эти книги у нас быстро-быстро окончаются, у нас скоро они закончатся. У нас ещё есть и другие книги, которые тоже мы можем предложить к тому, чтобы можно было их заказывать и получить. Значит, это, во-первых, книга, посвящённая сокращению рабочего дня, как основанию современного экономического развития. Вот она. Эта книга написана большим коллективом авторов во главе с профессором Золотовым из Нижнего Новгорода. И я там тоже присоседился к этому коллективу и участвовал в работе и труда в мире. И сделали непреложный вывод о том, что созданы все условия для сокращения в мире рабочего дня до 6 часов, что не приведёт не только к сокращению объёмов производства, а наоборот будет способствовать более быстрому росту производства. Прежде всего, развитию производительных сил. Почему? Потому что главная производительная сила всего человечества есть рабочий, трудящийся. А в современном нашем обществе, в котором есть уже большие города, в которых люди стоят часами в пробках или в тех трамваях, которые ехали за 40 минут, и можно было сесть, открыть книжечку и читать в 40 минут, значит, давка в трамваях и в метро, когда у нас свободного времени становится всё меньше, а свободное время – это не в нерабочее время. В нерабочее время может быть использовано для удовлетворения своих потребностей каких-то, принятия пищи, для того, чтобы пойти в баню, для того, чтобы стирать, для того, чтобы убирать, для того, чтобы пойти в магазин, для того, чтобы ходить с детьми, для того, чтобы лечиться и прочее, и прочее, и прочее. А свободное время – это такая часть вне рабочего времени, которая является временем для свободного развития. Это вот определение Маркса – свободное время – это время для свободного развития. И вот я выделил это время, включил телевизор и смотрю, как они друг друга убивают, кровь льётся рекой и гляжу, что делают эти бандиты. И тогда свободного времени у меня нет вообще, потому что это было потенциально свободное время, но свободным не стало. Поэтому, когда мы говорим о действительном свободном времени, свободное время – это время, которое на самом деле было использовано для развития. И вот наступило такое время, когда нужно сделать новый шаг всему человечеству. Человечество не может сделать этого шага, если трудящиеся сами не добьются этого, если трудящиеся не делают этот шаг. Если главная производительная сила сама этот шаг не сделает. Перейти от восьмичасового, который у нас был уже сто лет назад получен. Причём получен был не в порядке какого-нибудь закона. Сначала явочным порядком рабочие ввели после февральской революции в восьмичасовой рабочий день, а потом только декретом советской власти его закрепили. И вот этот шаг необходимо сделать. Без этого дальнейшего развития человечества не будет. Ну, то есть не то, что совсем не будет. Будет, но слабое, медленное, что мы и наблюдаем. А деградацию мы тоже наблюдаем наряду с развитием. Когда у людей нет времени, у них нет времени для развития, они деградируют. По данным, которые мы располагаем, по-российским уже, за один час, по расчётам товарища Мазура, доктора экономических наук из Невиномыска, рабочий в России создаёт необходимый продукт. И семь часов работает для создания прибавочного продукта. Поэтому вы и наблюдаете, что зарплаты маленькие, они ещё сокращаются, а богатые богатеют, и число богатых растёт за прошлый год. Число людей, которые имеют более 500 миллионов долларов, выросло на 22% в России. И как вы будете доказывать, что у нас плохая экономика? Вам плохая, а нам, скажут те люди, которые имеют по 500 миллионов, хорошая экономика. Но вот по свидетельству Виктора Георгиевича Долгова, доктора экономических наук, который недавно выступал в университете рабочих корреспондентов с докладом, за 40 минут создаётся та часть продукта, которая эквивалентна заработной плате. За 40 минут всё остальное – это работа на эксплуататоров. Но мы уже это разъясняли и не раз. Для того, чтобы изменить положение, надо понять, что рабочий продавец своей рабочей силы, а капиталист – он покупатель. Нельзя требовать от покупателя, чтобы он захотел покупать что-то по более высокой цене. Вот вы приходите в магазин и говорите, а почему у вас вот яблоки только по 60 рублей? Мне нужно по 80, лучше по 100. Есть такие. Только сумасшедшие покупатели могут требовать по большей цене. Поэтому это задача не капиталист, это задача рабочих. Это задача разрешимая, у нас есть закон, у нас демократия буржуазная, у нас есть право на забастовку. Что такое забастовка? Это возможно, у нас непринудительный труд, можно остановить производство, проделав соответствующую процедуру. Процедура расписана в трудовом кодексе. Я сталкивался с тем, что и профсоюзники, и сами рабочие, которые стонут от эксплуатации, не хотят прочитать, что им, какие права им даёт трудовый кодекс. А за него была большая борьба. В том числе профсоюзы, ведущие в этом участвовали, рабочие, самые сознательные в этом участвовали, чтобы это всё право было сохранено. Оно сохранено. И вот вы, наконец, провели процедуру, объявили забастовку. Совет всегда такой, объявляйте не на 10 дней, а бессрочную. Вот вы объявили бессрочную. А требования у вас очень простые. Первое – модернизировать производство для повышения производительности труда. Второе – повысить реальное содержание зарплаты, там, скажем, на 5% сверх инфляции. И третье – сократить рабочий день. Из этих трёх, третье – сразу решается, поскольку вы выбрали форму забастовки такую. Можно ведь выбрать забастовку, что вы прекращаете работу. Не очень советую, потому что вы прекратите работу, вам зарплата, то есть за это никто не будет платить. Значит, если вы выберете такую, что вы 2 часа не будете работать в день, или будете работать, другими словами, на 2 часа меньше, то есть не 8 часов, а 6 часов. Ну, зарплата у изельщиков, она примерно такая же и будет, потому что, если раньше он растягивал весь свой труд на большее число часов, теперь он знает, что он уйдёт на 2 часа раньше, он может более интенсивно работать, а по временщикам придётся бороться в рамках получивших 6-часовой рабочий день за повышение реального содержания зарплаты. Наверное, бороться легче, если ты находишься на работе 6 часов, а 2 часа ты организовываешься с товарищами, для того, чтобы совершать коллективные действия, которые не называются сбастовкой, называется работа по правилам, когда изменяется скорость работы. Разные есть всякие формы, которые дают возможность понять собственнику предприятия, что ему надо так сделать, иначе он будет нести постоянные потери. Поэтому перейти к 6 часовому рабочему дню очень просто. Ну, в такой же мере просто, как совершить, организовать юридически правильно и грамотно оформить забастовку и перевести в режим. И в этом режиме вы можете оставаться навсегда, до тех пор, пока вы не захотите 5-часового рабочего дня. Кстати, забастовочный комитет, уведомив за 3 дня, согласно трудовому кодусу, может это поменять и сделать там не 2 часа, а допустим 1 час в день или 3 часа в день, это как ему, а может менять все время, но уведомив за 3 дня руководства. То есть, права сумасшедшие, я бы сказал. Я удивляюсь, почему люди этим не пользуются. Они ходят и клячат, когда мне повысят зарплату? Какой ответ? Никогда. Ну, никогда не будет покупатель повышать цену на то, что он покупает. Ну, это вот к этой книге приложение. А это вот научное обоснование того, что вопрос назрел. Поэтому у нас вот даже картинка есть такая, что вот 19-й век 11 с половиной часов работы, 20-й век 8 часов, а мы в каком веке живем? В 21-м. 6 часов. Где-то задержались. Так что вот книг этих у нас немного, но пока еще есть. Под роликом будет указано, как заказывать и сколько стоит книга. С учетом пересылки. Значит, хочу вам предложить свою книжку. Ну, свою в том плане, что это я ее написал, но я ее написал не как свою, а как книгу, которая написана о всеобщем, о тех задачах, которые стоят перед современным рабочим классом, перед современным коммунистическим движением, не в плане протестов. Потому что у меня все отнимают, а я протестую. Меня бьют, а я протестую. И вот я могу протестовать и собрать много-много протестующих. А потом, когда протест закончится, каждый протестующий пойдет в своем направлении. Поэтому иллюзия единства протестующих годится только для того, чтобы что-нибудь сломать. А сделать ничего путем протеста нельзя. Здесь говорится не о том, против чего протестовать, а за что выступать. Поэтому здесь говорится о том, какие есть формы в этой книге, которая называется экономическая и политическая борьба. Говорится о том, в каких формах ведется классовая борьба. Все формы перечислены. Теоретическая борьба, прежде всего. Вот, скажем, написание книг – это теоретическая борьба, как часть идеологической борьбы. Наконец-таки идеологическая борьба, уже взятая в целом. Потом идет борьба экономическая и политическая. Но вот здесь рассмотрены вопросы экономической борьбы, как самые насущные. И вопросы политической борьбы. Значит, работа идет над тем, чтобы издать книгу «Классовая борьба», где будут все три формы борьбы. Идеологическая, политическая и экономическая. Но в таком порядке. Экономическая, политическая, идеологическая и, наконец, исторические границы классовой борьбы. Сколько она будет продолжаться? Я думаю, что все, кто смотрит и слушает, догадались. Классовая борьба будет продолжаться до тех пор, пока классы полностью не будут уничтожены. Потому что всегда будет различие. Значит, один класс будет представлять всеобщее, а все остальные должны соединяться и поддерживать этот рабочий класс, если они хотят двигаться в прогрессивном направлении. А если они будут с ним бороться, то он, этот класс первый, осуществляет свою диктатуру. Диктатура рабочего класса – это необходимые условия достижения полного коммунизма. Государство не отменяется, оно отмирает. Ну, это, так сказать, следующая книжка. Когда она будет, тогда мы об этом объявим. А пока вот есть еще эта книга для начала разговора. Она короткая, некоторые любят короткие книги и просто написанные, и понятно написанные. Вот эта книга написана простым и понятным языком, над чем я, например, специально работал, чтобы это была понятная книжка. Можно ведь заумную написать. Вот эта понятная книга, пожалуйста, можете ее тоже приобрести. Под роликом будет сказано, как, по какой цене, и сколько, и куда, и что присылать, чтобы получить эту книгу. Вот, товарищи, у нас есть все необходимое для того, чтобы готовиться к борьбе и осуществлять борьбу, и не говорить, что у нас вот нам нечего почитать, нам нечего разобраться, мы не знаем, что делать. Ну, те, кто хочет, вот он находит. А тот, кто не находит, тот, скорее всего, не хочет. Поэтому у нас сейчас проблема не в том, что народ поднялся и не смог победить. У нас проблема в том, что у нас Илья Муромец сидит на печи. Сколько лет он сидит? Вот с 61-го года, если взять, 40 лет будет. Даже больше, чем Илья Муромец просидел. Ну, как это мы раньше писали, поднимется, исполинская рука рабочего класса, что-то не поднимается. А почему не поднимается? Ну, потому что она студирована, пропагандирована, организирована. По-немецки, если. Как немецкие социал-демократы говорили. Надо изучать, пропагандировать, организовывать. Если только изучаешь, пропагандируешь, это у нас всеобщий университет. Все мы обучаемся, мы знаем, как надо, но никто еще не делает. Но надо еще это организовать. Чтобы это организовать, надо понимать, что организация идет через партию, через соответствующие органы. И без партии, скажем, рабочий класс победить не может. Поэтому буржуазия давно уже создала себе партию и не одну. А рабочий класс пока и одно еще не создал, потому что то, что есть, скажем, рабочая партия России, это, конечно, партия рабочего класса, но в становлении. А что такое в становлении? Это когда есть единство и потеряне ничто. То есть она еще не окрепла должного. А как она может так окрепнуть без рабочего класса? Сам рабочий класс должен создавать партию. Это не дело только интеллигентов. Интеллигенты должны вносить сознание в рабочее движение. Они вносят. Но если рабочий класс не будет вносить свою организованность, партии не будет. Поэтому все зависит от русского рабочего класса. Весь мир смотрит на русский рабочий класс. Сколько у нас уже нет других стран, все равно все ждут от России. Это, по-моему, все чувствуют. Все равно все ждут от России, что она спасет, она обеспечит и, по крайней мере, защитит. Она и защищает. Формы меняются социально, она все равно защищает. Так что вот, пожалуйста, то, чем мы располагаем. Мы и дальше будем продолжать в соответствующие материалы выпускать в соответствии с задачами фонда рабочей академии, в скобках фонда задействия обучения рабочих. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok